Всем привет, друзья мои! Меня зовут Руслан. Я 7,5 лет живу в США. У меня вот такой вот автомобиль Tesla Model S Long Range на данный момент, потому что вчера мой Plaid сломался. У нас сегодня день благодарения. Все различные люди друг от друга благодарят. Мы решили с Ярой провести House Warming Day. Есть тут такой презент от компании Lily Cake. Охренительнейший вкусный торт. Тут написано House Warming. Мы решили провести небольшое мероприятие, связанное с новосельем, в мой второй дуплекс, который приобретен в США мною. Сегодня у нас будут небольшое количество гостей. Гостей я еще никого не звал, поэтому это первый раз у нас гости. Тут у нас хозяйка. Все тут отмыло. За труды, которой необходимо поставить огромнейший, жирнейший лайк. Подписка, пацаны. Лайк, подписка, пацаны. Думал, вчера запишу классное офигенское видео. То, что я всех благодарю, уважаю, люблю и так далее. Но каким-то образом что-то, видимо, подцепил где-то. Вчера был и вообще не в состоянии что-то записывать. Вчера еще у нас был официальный House Warming Party. Поэтому вообще не до этого было, я могу так сказать. Короче, ребятушки. Эту половину я сдал за 2000. Как и предполагалось. Предложение довольно-таки в рынке по меркам Сан-Хосе. Поэтому я сейчас все здесь, это убранство свое перетаскиваю. Маленько задолбался. Перетаскивать в более узкое пространство врагу такого не пожелаешь. Беру свои велосипеды и тащу в ту половину. Шет приобретает свой пользовательский вид. Финальный, можно так сказать. Вот я еще купил окошечко для того, чтобы установить в одну сторону там, где именно стоит ствол. И я такой подумал, что в принципе мое любительство именно заниматься чем-то с инструментальной точки зрения. С каждым годом все уменьшается и уменьшается. Мой инструментарий в целом сюда так и помещается. Но это не исключает того факта, что гараж все равно нужен для всяких проектов типа корчей. Я шучу, никаких корчей вы на этом канале никогда не увидите, потому что это просто пустая трата времени и денег. Что хорошо, тут двери такие, знаете, дисплейные. Лоис подогнал. Опять-таки говорю, совершенно бесплатно. И когда я буду даже кушать вон там вот, сидеть, я буду смотреть на свой велосипед. И он мне будет говорить такой. Услай, тогда покатаемся, да? Че ты там живешь? Это очень классно. Меня это очень радует. Повесил в полочку, как видим, с этой стороны. Надо будет каким-то образом сейчас провести электричество, но не сейчас, в смысле, попозже. А вот и пришла Яра. Проверяй, хозяйка работал. Пожалуйста. Может, ты все сам сделал? Конечно, не только хандименов присылать, приглашать. Ну, конечно, да, мужчинка-то с руками, с руками. Конечно. Молодец. Я, конечно, не Луис, но окно я вчера купил, и сейчас я его попробую сюда в сандалить. Не обещаю, что получится прямо, но получится хотя бы его вставить сюда. Пробуем. Вот что значит готовиться к экзамену на General Contractor, который меня убьют во вторник. Да вот сейчас как раз в процессе подготовки, можно так сказать. Это практически первое окно в моей жизни, которое я сам установил. Стол установил много фернисов и кондиционеров, и электрики, и пламбинга. Окно работает. В части проникновения сюда света. Фух. Я извиняюсь за бардак, потому что с этим надо разбираться. Короче, пошел я на экзамен. Записался на 11.30, для того, чтобы нормально выспаться, нормально покушать. А то всю жизнь сдавал все экзамены в 8 утра. Так беспонтово, если честно. А с утра такой маленько подготовился. Все нормально сделал. Кончат под горлом сел. Поехали. Все запомнили вот эту рожу? Я там специально улыбался. Потому что дядя Руслан готовился. Короче, сдал. Сдал на контрактора. Дженерал контрактора, друзья мои. Ваш дядя Руслан теперь кто? Правильно, дядя Руслан теперь генерал. Констракшеновских войск. Вот так вот. В целом, очень много вопросов было, я вам скажу. Именно с подготовительных тестов Contractor Intelligence School. Прямо они один в один повторяются. Даже всякие задачки, которые требуются каких-то решений. Я просто такой думаю. Ну, посчитал так на калькуляторе, для того, чтобы просто убедиться. Ничего ли там не поменялось. Но они прямо один в один были там. Типа количество кирпичей для такой-то стены. Я такой хоп-хоп-хоп. И, пожалуйста, готово. Вроде как все легко и просто. Мой генерал, мой генерал, просто солдат. Так, напишите в комментариях, как зовут этого парня. Этого парня вы можете не знать, а вот этого точно вы должны знать. Валер, представься, чем ты занимаешься, кто не в курсе. Приветствую, меня зовут Валерий, компания Big City Appliance Repair. Мы ремонтируем апплиансы и обучаем техников. И чувак также, да, больше сфокусирован именно на апплиансах. В Сан-Диего у нас школа для мастеров по ремонту бытовой техники. За 10 дней полностью обучаем технику, которая готова выходить на работу. И вот мы так плавно переместились к нам в школу. Сейчас у нас идет декабрьский поток, третий день обучения. Ребята изучают уже непосредственно сами юниты. Первые два дня были вводные, на которых им рассказывали основные дисциплины. Физику, электрику, термодинамику. Учили электрическим схемам, работают с инструментами, мультиметрами, тестерами и так далее. Сегодня у них первый день в школе, когда они уже будут изучать вошер и дешвошер. Это две темы. Вот сейчас как раз у ребят началось первое задание. Они получили каждый по вот такому листику с проблемой, которую нужно диагностировать. Найти все причины, которые могут быть. Выписать запчасти, элементы, которые за это отвечают. Проверить их и написать, какая у них кондиция. Кто-то работает со стиральными машинками, кто-то работает с посудомойками. Потом они поменяются. Всем, кому интересно обучиться этой профессии, либо интересно обучить техников себе, пишите нам. В этом году офлайн потока уже больше не будет. В следующем году будет в конце января. Точно с датами мы определимся и дадим знать. Можете писать мне в инстаграм, либо звоните по телефону на нашем сайте. И еще очень важный момент, который я забыл добавить, что для держателей франшизы Fuse и для их техников будет действовать специальная цена в 3000 долларов вместо 4,5 за 10-дневный полный курс офлайн у нас здесь в Сан-Диего. Так что ждем вас у нас в школе. Оффлайн-с это хороший старт, особенно для эмигранта, который только приехал. Можно достаточно быстро научиться ремонтировать, понять, как это делать. Онлайн стоит сейчас со скидкой 1950, так 2500 полностью. Онлайн идет 6 недель. Обучаешься офлайн, если на базе в Сан-Диего, то 10 дней, по-моему. Без системы не обучаем замене компрессора и работать с фреоном. Это отдельный трехдневный курс. Как стоит? Когда берут вместе с общим курсом, его можно купить, по-моему, там или за 1000, или за полторы, так и вот цена 2000, если отдельно берут. Возраст инвестиций в течение месяца, ребятушки, если че так. Да, то есть, если кому интересно, можете связаться. Мы расскажем более детально. В описании, если что. Тесла написала, говорит, машина готова, забирайте. Та поломка, которую я предполагал, она и случилась, развалился задний мотор. Что могло произойти со мной, когда развалился мотор прямо на хайвее, вы можете посмотреть вот в этом видео о фрагменте. Когда автомобиль прямо на автотрассе, прямо в туннеле, резко останавливается. Там написано типа автопилот. Хотя на самом деле получается, что поломка там довольно-таки понятная. Просто тупо блокируются задние колеса. У меня это именно произошло в режиме полного автопилота. Автопилот, причем, вообще не виноват. Шоколад ни в чем не виноват. Колеса механически просто заблокировались задние. Машина чуть-чуть даже проехала с задними колесами и юзом. Полностью остановилась, даже не смогла выехать на обочину. Меня в любой момент могли влететь просто сзади. Я хотел немножко проговорить те вопросы, которые были на экзамене General Contractor в Калифорнии, для того, чтобы все те ребята, которые меня смотрят, возможно, кто-то из вас хочет сдать на лицензию General Contractor в Калифорнии. Сейчас у меня есть такая возможность подписывать ребятам опыт по данному направлению лицензии. Мне, например, подписывал мой фреймер Луис эту бумажку, за что ему большое спасибо. Давайте перейдем к вопросам, которые были на экзамене. Например, было очень много вопросов, связанных именно с калькуляцией объема или площади какой-то фигуры. Например, дается высота, длина на курсе, который преподает Contractor Intelligence School. Там прям досконально объясняется, как это все решается, даже если вы не помните. Например, был вопрос, какой объем цемента необходим для окружности диаметром 10 фит и глубиной 5 инчей. Площадь окружности это PR квадрат. И этот PR квадрат, площадь необходимо умножить на высоту данной конструкции. И потом получить фиты. И эти фиты, кубические фиты именно, разделить на 27. Разделив на 27, мы получим количество кубических ярдов. Потому что бетон всегда продается в кубических ярдах здесь, в США. Дальше, стена, например, 50 фит на 6 фит высотой. И размер дается кирпича. И дается именно расстояние между каждым кирпичем. И необходимо рассчитать, какое количество кирпичей необходимо будет для постройки этой стены. В общем, вычисляешь общую площадь. Потом вычисляешь общую площадь этого, вот этих вот расстояний между кирпичом. И, соответственно, размер самого кирпича поставляешь, делишь на весь этот объем. Все. Вся математика. Были такие вопросы. Например, изображено, вот типа там дается большущий такой буклет. И на каждой странице изображены всякие там картинки. Типа, что это такое? Там изображено, например, фундамент. И на нем присобачено к нему нижний 2x4. И этот нижний 2x4 называется в простонародье seal plate. И вот его спрашивают, типа, как вот эта хрень называется. Либо дается какая-то, оказывается, в разрезе бетон. И там засунут в бетон этот крюк. Это называется hold downs. Ну типа, надо выбрать правильный ответ. Очень много было элементов крыши. В плане того, как называются там рафтеры, color ties и прочая такая вот ерунда. А именно элементы крыш, как они называются. Такие простые вопросы. Что такое boarding? Boarding foot. Boarding foot это равно 100 square feet. И там умным не надо быть. Дается 2 доски. Длиной, например, 1 feet, 2 incha и 5,16. И вторая доска. Сколько будет сумма длины этих досок? Ну типа, вообще-то вообще. Или такой вопрос. Какого цвета нейтраль в электрическом кабеле? Типа, белый. Стараюсь вспомнить, что было для меня сложное в этом экзамене. Но я бы не сказал, что это было сложное, но просто занимало больше времени. Дается сечение футинга. Футинг это такое основание забора, либо дома. Ленточный фундамент. Вот. Необходимо рассчитать объем бетона для ленточного фундамента при таких-то вот характеристиках. И там может быть такой вот прямоугольник и квадратик, по идее. То есть необходимо высчитать площадь этого квадратика, прямоугольника, заплюсовать, умножить на длину там 50 фит. Потому что этот ленточный фундамент будет 50 фит. И потом этот объем необходимо будет умножить на какую-то сумму в долларах. Потому что за один кубический ярд столько-то денег просят. То есть надо сначала перевести в кубические ярды, потом перевести в деньги. Сколько стоит будет бетон для этого проекта. Потом дается, например, изображение план дома. И необходимо высчитать жилую площадь этого дома. Именно жилую площадь. Еще такое название, такое Habitable, что там типа можно проживать. Короче, весь вся площадь дома, за исключением туалетов, ванн. Во, были вопросы, связанные с крышами. Есть такое у крыш понятие, два понятия. Называется slope, то есть это наклон. И pitch, подъем крыши. А вся длина, это называется типа span. И подается slope, дается высота именно этого райза, подъема. Я подъему высчитать run или span. Простое арифметическое умножение и потом деление на какой-то знаменатель. То есть просто найти один x. Много было, кстати, вопросов про safety. Как бы они такие тоже простые. Какой-то наш автомобиль должен нести, для того, чтобы на него был установлен звуковой оповещатель. Пип, пип, пип. Должен носить минимум там 2,5 тонны. А вот был вопрос. Чтобы замерить давление в кондиционере, что необходимо использовать? Манометр гейдж. Ответ. Представляете? Такие вот, в общем, вопросы, которые в целом могу сказать, что если вы занимались стройкой, плюс-минус, как бы вы работали в ней, то вы бы, наверное, по-любому сдали. У меня был процент прохождения без подготовки 56-58%. Потом я уже, когда узнал правильные ответы, у меня было 95-98% правильных ответов в подготовительном тесте. Если ты в целом опытный, крутишься где-то там в стройке, занимался электрикой и чуваком, и тут решил подавать на General Contractor License, сдача этого экзамена будет вообще просто как два пальца об асфальт. Кто-то в комментариях написал, Руслан, ты сдашь вообще. Я вот, говорит, без проблем сдал с первого раза, поэтому ты, говорит, тоже вообще без проблем сдашь. Ты был совершенно прав. Без проблем было сдано. Поэтому не переключаемся. Едем за Теслой. По просторам Калифорнии, друзья мои. Красиво. Да, еще хотел добавить. Всего на экзамен дается 3,5 часа. Вопросов всего 120. Я сдал его за 2 с половиной часа. Все. Вот она. Стоит, моя дорогая. Ласточка моя. Наконец-то приехал. Так долго ехать, конечно, сюда просто капец. Ох, это она моя ласточка. Так, ну сразу вот руль такой огромный, за которым ни хрена не видать. Который удобнее, конечно же. Ехать в офис час 24. Ох, хереть. Она работает, друзья мои. Движется автомобиль с новым мотором. Представляете? 1800 миль. И машина, мотор развалился. Главное аккуратно ездить. Друзья мои, чтобы мотор снова не разваливался. Нормально. Нормально. Главное аккуратно ездить. Я вообще машину вообще не напрягал. Плэд, в моем понимании, он должен быть настолько стрессоустойчивый, что мои там какие-то вот эти вот... Это просто какой-то детский сад. И вот для меня, мне кажется, что это просто вообще полный ерунда. Я понимаю, я бы в гонках участвовал, чтобы там прям виск был такой жесткий. Колес там, все дела. Драк-стрип-мод я еще ни разу не использовал. Я даже ни разу не дрифтил на этом автомобиле. Бывает что такое, а? Не переключаемся.